Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 30 июня, последний день месяца и давайте посмотрим, с какой нотой мы завершаем данный месяц. Начнем как-то с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы доходили до максимальных значений в области 1.1440 и на текущий момент тенденция продолжает свое восходящее движение по данному активу и в ближайшей перспективе мы можем увидеть уже тест области 1.15 по данной паре. Ближайший разворотный уровень текущего момента мы оставляем на минимальных значениях, которые были 28 июня, значение 1.1291. Пара британский фунт, американский доллар вчера уходит выше уровня сопротивления в области 1.2976, что в свою очередь открывает дорогу уже на следующие максимальные значения в области 1.30. Именно туда сейчас пара британский фунт и стремится. Ближайший разворотный уровень также пока находится на минимальных значениях 28 июня. Пара австралийский доллар, американский доллар подошла вчера к локальным максимумам в области 76.86. Сегодня с утра уже подходим к максимальным значениям в области 77 и на текущий момент ближайшая цель это движение как раз в область максимальных значений, которые мы видели. На течение прошлого года это область 77.20-77.30. И именно туда сейчас пара австралийский доллар также и стремится. Ближайший разворотный уровень по текущей ситуации мы можем отметить на локальных минимумах вчерашней торговой сессии область 76.34. Восходящее движение по австралийцу сохраняется. По паре американский доллар и японская иена вчера мы видели обновление локальных максимумов, но к концу торговой сессии вернулись к ценам открытия и уже закрылись ниже этой отметки, поэтому на текущий момент важно отслеживать локальный уровень в области 111.80. Именно преодоление данной отметки, данного целевого значения может нам дать предпосылки на продолжение нисходящего движения в области 109 по данной паре. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Вчера ушли ниже отметки 1.30, а сегодня с утра доходили уже до отметки 1.29.70, поэтому на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара сохраняется и в данной паре. Ближайший разворотный уровень на часовом таймфрейме находится в области максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.30.40. Пара еврофунт продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Волатильность вчера была минимальна и на текущий момент, если говорить о продажах по данному инструменту, то важно увидеть закрепление ниже отметки 87.61. Ну а если говорить о покупках и о продолжении основного тренда, который преобладает по данной паре, то нам необходимо увидеть движение выше и закрепление за отметкой 88.69. Золото вчера попыталось подойти к минимальным значениям в области 1240 долларов за тройскую унцию. Пока преодолеть эту отметку не смогли, поэтому если говорить о продажах по данному инструменту, то необходимо увидеть закрепление ниже данного уровня. На текущий момент вероятна коррекция в область 1256 долларов за тройскую унцию, уровня сопротивления, который мы отмечали ранее. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Вчера мы вновили локальный максимум, доходили до отметки 47.99. 47 долларов за нефть марки Brent. И на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется по данному инструменту. Если говорить о начале продаж, то здесь как минимум нужно увидеть уход ниже минимальных значений в области 47.10, минимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX мы видели вчера достаточно стремительное движение в область минимальных значений, доходили до отметки 12347, что в свою очередь подтверждают на текущий момент краткосрочные и среднесрочные нисходящие движения по данному активу. Ближайший разворотный уровень по индексу DAX находится в области максимальных значений, которые были вчера. Область 12733. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. И увидимся на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных. Всем спасибо и до свидания.